Николай Семенович Лесков, самобытный писатель. Рассказ «Жемчужное ожерелье». Лескова русские люди признают самым русским из русских писателей, и который все глубже и шире знал русский народ, таким, каков он есть. Так писал о Лескове святополк Мирский. Цель сегодняшнего урока – познакомиться с основными фактами из биографии Лескова. Дать понятие «самобытный святочный рассказ», обозначить жанровые особенности рассказа «Жемчужное ожерелье». Ключевые понятия урока – самобытность, святочный рассказ, жанр. Согласно словарю Ошегова, под понятием «самобытный» следует понимать своеобразный, идущий своими путями, самостоятельный в своем развитии. Николай Семенович Лесков – самобытный русский писатель, популярность которого растет год от года. Чем больше и чаще возникает разговоров о загадочной русской душе, тем охотнее вспоминают Лескова, полно, своеобразно и реально показавшего русского человека, без прикрас, со всеми его противоречиями. На родине писателя есть очень интересный памятник на фоне храма Михаила Архангела. В центре сидит сам писатель, а вокруг расположились композиции из пяти его произведений. Левша, тупейный художник, соборяне, леди Магбет Мценского уезда, очарованный странник. Николай Семенович Лесков родился в 1831 году в селе Горохово Орловской губернии. Его предки были выходцами из духовенства. В семье Лесковых было семеро детей, Николай – самым старшим. После ухода отца с должности семья переехала из Орла в село Панино. Именно здесь начинается познание писателем жизни народа, его языка. В начале карьеры литератора Лесков сотрудничал со многими газетами и журналами Петербурга. В 1863-66 годах выходят первые повести леди Магбет Мценского уезда «Воительница». В них колоритно переданы удивительные образы. В 1872 году появляется роман «Соборяне». В нем автор раскрывает тайну подлинной и мнимой веры. В произведении «Левша» автор создал образ талантливого мастера, чудесника, преданность Родине, своему делу, душевная тайна героя. Зрелые произведения Лескова имеют черты сатиры. Незаметный след, соколиный перелет, зайчий ремисс, чертовы куклы публиковались с большими цензурными изменениями. Особое место в творчестве писателя отводится святочному жанру. Первое такое произведение «Запечатленный ангел» появилось в 1873 году. Последние пустоплясы в 1893 году. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера, от Рождества до Крещения, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и, наконец, чтобы он оканчивался непременно весело. Цикл «Святочные рассказы» составляет 25 произведений, созданных в период с 1873 по 1893 год. Многие рассказы лесков при первой публикации, обычно это происходило 25 декабря, снабдил жанровым подзаголовком «Святочный рассказ» или «Рождественский рассказ», «Запечатленный ангел», «На краю света», «Белый орел», «Христос в гостях у мужика», «Зверь», «Жемчужное жерелье», «Грабеж» и пустоплясы. Тайна притягательности святочных рассказов еще и в том, чтобы они создавали ощущение приближающегося праздника, приближения чудесной ночи, которая могла навсегда изменить жизнь человека, как это произошло со всеми героями произведения Лескова, «Жемчужное ожерелье». Тема «Жемчуга» оригинально представлена в произведении Лескова «Жемчужное ожерелье». Автор использует распространенное в дворянской среде убеждение, что «Жемчуг» предвещает беду. Из рассказа мы узнаем о богаче Васильеве, который сделал под Новый год своей дочери Марии удивительный подарок. Совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье. Богатство оформления, изящная отделка, огромная стоимость украшения произвели на гостей ошеломляющее впечатление. А Машенька, знавшая значение «Жемчуга», испугалась, получив ожерелье, заплакала. Поэтому супруга укорила Васильева за такую очевидную неосторожность. Выговор за подарок следовал потому, что «Жемчуг» знаменует и предвещает слезы. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал, «Вот тебе, доченька, штучка с наговором. Ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет. А если украдет, то не обрадуется. Это вечное». Есть примета, что «Жемчуг» предвещает слезы и несчастье, и дарить его, особенно на Новый год, никак нельзя. Ведущей категорией в рассказе становится категория чуда, преображение героя, когда его душа приближается к идеалу, которого человек старается достигнуть в течение всей жизни. По мнению автора, человек всю жизнь, каждый день и час борется с грехом. Он должен преодолеть искушение. Это будет первым шагом к преображению души, рождению новой духовной личности или ее воскрешению. Сегодня на уроке мы познакомились с основными фактами из биографии Лескова. Познакомились с понятием «самобытный святочный рассказ». Обозначили жанровые особенности рассказа «Жемчужное ожерелье». Рая «Жемчужное ожерелье» Реаль «Самобытный святочный вес богатого ученица»,